Электротехническая промышленность. В течение двух лет отрасль получила мощный импульс развития благодаря серьезным инвестициям, которые сегодня вносятся в данное направление. Это обусловлено и постановлением президента Узбекистана о повышении экспортного потенциала электротехнической промышленности. Так, согласно дорожной карте, в 19-21 годах будет произведена модернизация предприятий сферы. Это 22 проекта на сумму более чем 153 миллиона долларов. Также к 2021 году объем экспорта электротехнической и электробытовой техники должен приблизиться к 400 миллионам долларов. Запланировано привлечение 500 миллионов долларов зарубежных инвестиций для реализации совместных перспективных инновационных проектов. Ну а между тем, специалисты Ассоциации УЗЛ Техсануат организовали брифинг, в ходе которого было дано подробное разъяснение постановлению президента о мерах по повышению и развитию экспортного потенциала электротехнической промышленности. Участники брифинга обсудили все ключевые моменты постановления. Основные задачи Ассоциации УЗЛ Техсануат. Установлены льготы и планы на перспективу. Отмечено, до 1 января 2022 года предприятиям по производству электротехнической продукции, входящим в СОСАФ Ассоциации, предоставляется отсрочка по уплате налога на добавленную стоимость сроком на 120 дней со дня принятия таможенной декларации при импорте комплектующих изделий, сырья и материалов для собственного основного и вспомогательного производства, а также строительных материалов, завозимых в рамках реализуемых ими инвестиционных проектов. Что это дает? Это дает, во-первых, предприятиям всегда иметь возможность в оборотных средствах, не замораживать их. Они смогут конъектировать в ценах. И, конечно же, эти цены будут давать возможность экспортировать не только в соседние страны, но также в дальние зарубежья. Планируется в двухмесячный срок разработать и утвердить порядок предоставления отсрочки по уплате налога на добавленную стоимость предприятиям, входящим в состав ассоциации, предусматривающие перекрытие сумм задолженности по данной отсрочке в общем расчете по налогу на добавленную стоимость. Ассоциация «Узол техсануат» до 1 января 2022 года освобождается от уплаты налога на имущество, а также налога на прибыль юридических лиц, а отчисления организации по договорам в ассоциацию «Узол техсануат» исключаются из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль юридических лиц. В недельный срок ожидается утверждение дорожной карты, которая предусматривает реализацию 22 инвестиционных проектов в 2019-2021 годах. Общей стоимостью более 153 миллионов долларов США. В результате, по прогнозам экспертов, объем производства готовой электротехнической и электробытовой продукции с высокой добавленной стоимостью увеличится в два раза к 2021 году. Сейчас мы готовим дорожную карту, ставим для себя задачи привлечения инвестиций, а также увеличения экспорта. Одним из пунктов указано увеличение до 2021 года экспорта до 400 миллионов долларов. Но мы ставим для себя цели увеличить их еще более, то есть превысить отметку 500 миллионов долларов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!